Тематика конференции была выбрана не случайно. Именно этой проблематикой занимался Михаил Челышев. Затем присутствующим показали видеоролик, который был сделан специально по случаю конференции. Видеоряд включал в себя подробную биографию Михаила Челышева, а также воспоминания о нем, его близких и студентов. Челышев был автором сотен учебно-методических и научных работ. Его ценили студенты и преподаватели, юристы не только Татарстана, но и всей России. Цивилистика в Казанском университете всегда была на высоте. И такие имена, как Шершеневич и Мейер, они на слуху у многих, даже не у юристов. Поэтому, когда есть такие большие достижения научные, это, конечно же, характеризует развитие научной школы и юридического факультета. Поэтому, конечно, Михаил Юрьевич – это один из тех людей, ученых, которые внесли свой определенный вклад в развитие научной школы. Мероприятие проходило в смешанном формате. На пленарной сессии были представлены участники практически со всей России. К примеру, Ольга Гуснецова из Пермского университета выступила с докладом «Межотраслевой метод цивилистического познания». Любая юридическая ситуация, любая, это, кстати, подчеркнуто в докторской диссертации Михаила Юрьевича, подвержена воздействию нескольких отраслей права. Вот нам кажется, право собственности, но это точно чистая цивилистика, это наша категория цивилистическая, никаких вопросов вовсе нет. И Михаил Юрьевич обращал на это внимание. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс.